Всем привет, с вами Кик. И это специальный выпуск прямиком с Канарских островов. Эээ, хотели бы мы сказать, но нет, это Нью-Йорк, большое яблоко и большая презентация Samsung Unpacked 2019. В этом году корейцы официально представят публике новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, Galaxy Watch Active, и ходят слухи, что вместе с новинками будет заново анонсирован гибкий смартфон Galaxy Fold, выход которого был отложен по техническим причинам. Так или иначе, как только все девайсы, которые будут сегодня показаны, поступят в продажу, лучшую цену на них вы сможете найти с помощью нашего любимого Е-каталога, лучшего помощника при покупке всевозможных товаров. Всего-то нужно выбрать нужную категорию, отметить характеристики, которые важны, и найти устройство, подходящее под все нужды. Отзывы реальных пользователей девайсов, подробные 3D-модели, ну и, конечно же, выбор самой лучшей цены из списка многочисленных магазинов. Е-каталог. Удобно. Ссылка в описании. Ну что ж, а теперь к презентации. Камера-занавес. Акшн! Традиции — это святое. И поэтому на сцене наш хороший знакомый президент и главный исполнительный директор компании Донг Джин Кох. Он начал с того, как их продукты меняют мир. Но речь его была недолгой, ибо в Азии ценятся действия, а не просто разговоры. Итак, нашему вниманию представляют Galaxy Note 10 и Note 10+. Для этого события на сцену выходит и Дрю Беккард, глава мобильного подразделения Samsung в США. На большом экране нам представили размеры дисплея в 6,3 на Galaxy Note 10 и 6,8 на Galaxy Note 10+. Но кроме размеров на экране показали и все цвета, которые будут доступны. И, конечно же, фирменный стилус, без которого вообразить Note невозможно. Но оказывается, что про стилус они вспомнили не просто так. Они решили переместить этот стилус и на другие свои продукты. А именно был показан Samsung Galaxy Tab S6, который оснащен также клавиатурой. Можно синхронизировать свои Note-девайсы и сквозь устройство синхронизировать свои заметки. Также добавилась очень удобная функция конвертации написанного текста в такие форматы, как Word и PDF. Одним словом, все для людей. Распознавание текста работает на машинном обучении. А в S-Pen добавили шестиосевой сенсор с гироскопом. То есть, когда вы будете махать S-Pen и наговаривать заклинания, скажем, «Ава да кедабра», девайс отреагирует. И нам показали, как это действует. Распознавание жестов помогает удаленно работать с девайсом, менять в нем настройки, управлять камерой, включать видеоролики, ставить их на паузу и все это, не прикасаясь к смартфону. Далее камера, которая, по утверждению компании, снимает как про. Корейцы решили, что пришло время профессионально снимать и видео. Добавлен боке-эффект. Если вы снимаете вблизи, то можно сфокусироваться на объекте, а если быть конкретнее, можно зазумиться на звуках. В камеру встроили мега-стабилизацию. Используя специальный сенсор, девайс отслеживает скорость и тряску, чтобы четко сфокусироваться на объекте, который снимается. Но снять хороший ролик мало, нужно еще и это видео отредактировать. Добавили и такую функцию. Показали примеры работ. И какая же камера без фильтров? Samsung решили пойти дальше. С помощью стилуса в реальном времени добавляются разного рода фильтры и 3D-примочки, от которых будут без ума инстаграмеры. Показали, как с помощью Note 10 просканировать статичный объект, а затем оживить его с помощью другого человека. Отсканированная игрушка, как видно из видео, будет повторять все движения. Ну, практически все. А для всего этого нужна производительность. А максимальная производительность смартфонов нужна в играх. Специально оптимизированный игровой бустер даст игрокам максимально насладиться играми, а водяное охлаждение не даст девайсу слишком нагреться. А теперь цифры. Центральный процессор десятки стал на 33% производительней, а графика улучшена на 42%. Умная батарея, которая позволит целый день использовать девайс на всю мощь. Note 10 это очень быстрый девайс, а быстрому девайсу самые быстрые скорости. Все возможности 5G будут даны и десятому ноуту. Иными словами, будет Note 10 5G, но 5G это не только скорость, но еще и защищенность. Был представлен Samsung Knox, который по заявлениям компании, будущее в слове защита. Окей, мы им поверим. Да, да. Далее на сцене показали Galaxy Watch Active 2. В реальном времени встроенный персональный ассистент будет поддерживать в тренировках. Показали и специальный Under Armour Edition. Можно будет оставить свой телефон дома и смело бежать, куда глаза глядят. Но сперва нужно привязать свои аккаунты, чтобы можно было отвечать на звонки, расплатиться Samsung Paym и включить Spotify на часах. Если зарядка часов закончится, то нужно будет только пробежать обратно и поставить часы на Note 10. Но только мы хотим вас предостеречь, не нужно этого делать так, как показали на конференции. У них-то ноутов много, а у вас один. Цены начинаются с 279 долларов. Версия с LTE обойдется как минимум в 429 бачей. Их можно будет заказать с 13 сентября. Вместе с этими ценами анонсировали и прайс на Galaxy Tab S6. Версия с Wi-Fi будет начинаться с 649 долларов, а с LTE от 729 баксов. Будет он доступен с 23 августа. Далее показали супертонкий и легкий Galaxy Book S в двух цветах. Медном и сером. У модели 13-дюймовый сенсорный экран. Он работает на Qualcomm-овском мобильном чипсете, а батарея позволяет пользоваться им без зарядки практически целый день. Нам обещали 23 часа работы. Его можно будет приобрести, начиная с 999 долларов. С сентября. Под конец раскрыли и цены Note 10 и Note 10+. Десятка с LTE будет начинаться с 949 долларов. 5G-версия обойдется от 1049 долларов. А версия 10+, от 1099 долларов за версию с LTE и от 1299 долларов за версию с 5G. Они будут доступны с 23 августа, а предзаказ начинается уже завтра. И кстати, цены очень интересные с учетом того, что мы уже знаем цены будущих айфонов, которые заметно дороже. Подробности в следующем дайджесте, так что подписывайтесь, жмакайте на дзынь-дзынь и точно не пропустите все важные новости из мира технологий. И на этом все. До новой встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова